Все, что связано с ЖКХ и все, что связано с новым вот этим законом о судебных, когда судебные приставы должны, скажем так, возвращать долги, которые человек накопил, скажем, из-за каких-то своих финансовых проблем. Понимаете, это полк о двух концах. С одной стороны, ЖКХ лучше бы принимали нормальные законы, которые ограничивают вот те нарушения, которые делают ЖКХ против людей. Конечно, людей надо наказывать, но, понимаете, вот в нашей системе, скажем так, не работают законы, плохо работает, к сожалению, судебная система, безобразие в ЖКХ. Об этом говорит и президент, и правительство. Надо, наверное, все-таки больше уделять сил и времени созданию таких законов, которые ограничивали бы вот этот беспредел, то, что творит ЖКХ, не выполняет свои обязательства, поднимает цены, пытается, делают какие-то плохие, некачественные работы. Это, понимаете, вот одно без другого. Понимаете, вот ЖКХ, оно же тоже своими действиями часто людей провоцирует не платить. Оно тоже загоняет их в долги, какие-то совершенно липовые левые расценки, цены выставляет за свои услуги. И людей жалко, и когда к ним начнут приходить судебные исполнители, если действительно человек виноват перед законом, если он нарушает, конечно, он должен нести наказание. Но тут надо и ЖКХ ограничивать, и, конечно, может быть, не так жестоко наказывать этих людей. Конечно, он должен быть, этот закон, он должен работать, но это надо все, все-таки все, что связано с людьми, надо делать максимально продуманно. И, скажем, чтобы это не приносило таких вот каких-то страданий, какие-то несправедливые решения. Это же самое страшное, когда у человека вообще могут за неплатежи отнять квартиру. Поэтому тут надо подходить очень основательно, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать.